В нынешнем году в программу капитального ремонта в фонда модернизации ЖКХ включено 13 многоквартирных домов, плюс в двух заменили лифты. Работа началась летом и в большинстве домов уже окончена. Наши корреспонденты узнали, как прошли масштабные работы и какие дома еще не покинули бригады ремонтников. В программу капитального ремонта в этом году вошли 13 многоквартирных домов, кровельные работы, замена внутренних систем электро, тепло- и водоснабжения, в общем, полная замена инженерных сетей, в двух домах заменили лифтовое оборудование. Уже выбран подрядчик на замену лифтов еще в пяти домах. Эта цифра пока плавающая, подчеркивает начальник отдела капитального ремонта управления ЖКХ Павел Авдеев. Проектно-сметная документация будет завершена в конце декабря. На замену лифтового оборудования зайдут, скорее всего, уже только в 2019 году. Либо единичный какой-то дом под самый Новый год, но только при условии, что жители, собственники без лифтового оборудования в Новый год, в новогодние каникулы, не останутся. Капитальный ремонт многоэтажек стартовал в апреле, поэтому большинство домов уже давно обрели новый облик. Отметим, в прошлом году сроки сдачи системы отопления подрядчики сорвали. В нынешнем во всех домах сдали по графику до конца августа. Общежитие Боровая-100. Здесь в начале лета начались так называемые комплексные работы. Это ремонт крыши, системы горячего и холодного водоснабжения, электрооборудование, теплоснабжение, канализации и водоотведение. Кровлю подрядчик закончил в срок, в августе. А вот с инженерными системами затянули. Тогда бригада сантехников разобрала ванные комнаты и туалеты на нескольких этажах и пропали на неделю. Недобросовестных рабочих заменили на проверенных людей, но ремонт общежития затянулся на пару месяцев. Приняли работу только в начале октября. На сегодня бригады ремонтников не покинули еще несколько домов. 54-й дом по улице Вокзальная ограничился ремонтом кровли. Выполнить все работы должны были в конце сентября. Полностью закончили укладку гидроизоляционного слоя, полностью закончили утепление чердака. На данный момент, что нас сейчас и держит от сдачи, это желание и просьба жильцов доделать парапеты, чтобы было более безопасно на этой крыше находиться. Завершились работы по замене ливневых труб. Выполнено утепление чердачного пространства. Укладка утеплителя, кстати, который достаточно качественный и прослужит не наш, только гарантийный срок 5 лет, но и, я думаю, что лет 20 уж точно прослужит. Вот, полностью утеплен чердак, полностью заменена гидроизоляция на крыше, был снят полностью слой бетона, сделана стяжка по всем технологиям. И дальше в несколько слоев была укладка гидроизоляции. Представитель новосибирской подрядной организации ставит срок завершить капитальный ремонт кровли через неделю. Кирова 11, скорее всего, 1 числа ноября будут сдаваться. Попово 4, ну, середина ноября. Но все равно практически на месте где-то сдадутся раньше. Там кровли скатные, процессов мокрых нету, поэтому минусовые температуры никакого влияния не окажут. Администрация города и управление жилищно-коммунального хозяйства на выбор подрядчика повлиять не может. Обязанность возложена только на фонд модернизации ЖКХ. А вот контролировать качество проводимого ремонта входит в обязанности управляющей компании. Говорить, сколько войдет многоэтажек в программу капитального ремонта на следующий год, пока рано. Отметим, верчане могут самостоятельно узнать данные, когда начнется капитальный ремонт любого дома. Эта информация открыто выложена на сайте фонда модернизации ЖКХ. Кроме того, там же в разделе «Региональная программа» есть вся информация о будущих ремонтах. Как на ближайшие три года по краткосрочному плану, так и полная ее версия до 2043 года.